В Российской Федерации сложилась такая система, что обворованы все, кроме тех, кто сам ворует. Конечно, так подспудно надо признаться, что в течение советского периода сложилась такая психология, что если только представится возможность, украду непременно. В свое время потешались на так называемые несунами, которые с завода готовы были вынести все через нашу проходную, пронесу и мать родную. Но на самом деле это психология советского периода въелась в мозги, хотя подавляющее большинство жило не так, жило на одну зарплату и мучилось. Вот сейчас мы переходим к тому, что даже одной зарплаты вам не положено. Вам положено только то, что выделит олигархическая власть, а все, что вы получили сверх, она разграбит через цифровые технологии. Самый простейший метод воровства, который распространен не только в Российской Федерации, но и во всем мире, это соблазн бесплатности. У нас тоже вот для советского человека бесплатно, то есть даром, это все, то есть это лучший крючок. Вот вы находитесь в сети, в глобальной сети, ищите какую-нибудь, ну вот пример, со мной пример, я ищу антивирусную программу, которая была бы не отечественной, потому что отечественные программы вполне могут интегрироваться со слежкой. Зарубежные тоже, но там зарубежные службы, когда они им там до нашего уровня. А у нас слежка тотальная, поэтому любая антивирусная программа, ну скажем, начиная с Касперского, под подозрением, что она вас, ваши данные собирает и предоставляет куда следует. Ну ведь ФСБ, это структура абсолютно неподконтрольная, то есть ни один, ни депутат, там, ни какой-нибудь общественник, он не спросит, так, ребята, чем это вы здесь занимаетесь? И поэтому там, да, там собирается база данных на всех про все. И сейчас вот эта система тотальной слежки, она еще подкреплена. Путин подписал закон о создании единой комплексной базы данных, где на вас будет содержаться досье на все. То есть это уже вот узаконенное беззаконие. Частной жизни у вас нет, поэтому все будет прослеживаться. Ну хотя бы давайте, вот если почтовая программа, то лучше Google, Google тоже следит, тоже собирает, но все-таки это не ФСБ. Могут быть, правда, и прямые контакты, потому что слияние банковской системы уже произошло, слияние спецслужб еще со времен КГБ произошло, поэтому измена нациям, государством и нациям уже произошла. Уже произошло, поэтому может быть, но, наверное, объем там другой, и все-таки добраться до вас сложнее. Пусть так, ищу программу, мне предлагаются год бесплатно. Я думаю, ну я попробую, если мне понравится, то я как бы останусь, может быть, за следующий год я буду платить. Вам никто не сообщит, что за следующий год вы точно будете платить. Как только вы подписались на что-то бесплатное, это значит, что вы подписались на что-то платное. Причем, когда вы на бесплатное подписываетесь, вы не смотрите на цену, вы сначала пытаетесь попробовать, а потом, если вам понравится, произвести расчет или прикидку цена и эффект, стоит ли овчинка выделки. Вот так я беру антивирусную программу, пытаюсь ей работать, никуда не годится, я выключаю и забываю. И через год меня без моего ведома подписывают на эту программу. Причем так немаленьких денег это стоит. Годовая подписка, как будто бы я подписывался. Ну, потому что, так же, как и другие там сейчас аваст, то же самое практикуют, вы бесплатно подпишитесь, но только вы должны оставить данные своего счета, своей карточки и так далее. И вот эта вот уловочка, то есть вас поймали на крючок, и у вас не спросят, собираетесь ли вы подписываться на следующий год. С вас просто спишут деньги, потому что вы же подписались уже. Первый год бесплатно, а дальше платно. Моя рекомендация, никогда, ни на что бесплатное, никогда не подписываться, не подписываться на бесплатное. Там есть вот эта уловочка, и вы ничего с ней не сделаете. Вы расподписались, все. И когда вы будете там жаловаться в банк и говорить, да не, я не подписывался, они скажут, мы проверили, все, действительно, вы подписались, все, есть. Есть привязка к вашей карточке. Все, что вы можете сделать, это аннулировать эту карточку, завести новую. Точно так же за рубежом у моих знакомых арендовали один раз машину, и там в договоре где-то меленько было написано, что там год бесплатно, а в следующий раз платно на рассылке этой фирмы. А через год эта фирма забирает такую приличную сумму, и банк отдает эту сумму, в данном случае Сбербанк. Сбербанк. Сбербанк эту сумму отдает и говорит, ну, чтобы вас не списывали, вы перевыпустите карточку. То есть вместо того, чтобы защищать потребителя и говорить, нет, он не подписывался, докажите, что он подписался. Сразу становятся на сторону мошенников, а это чистое мошенничество. Ну, я уже не говорю там, что там вот этой дешевенькой машины нет, вот есть лимузин, садитесь за ту же сумму, вот, а снимают деньги вот именно за, как будто вы лимузин арендовали. Это вот реальность наших дней. То есть вам что-то обещают и не выполняют, пользуясь тем, что, ну, мы же доверяем, тут же все достойные люди, тут же большой бизнес, тут вот, видите, аренда машин, их тут десятки, сотни, ну, что ж там воровать по 100 долларов там. Нет, воруют, реально воруют со всех, со всех. Вот кто чуть-чуть проявляет наивность, обязательно, обязательно. Если вам предоставляют более дорогую машину вместо дешевой в аренду, ждите подставы. То есть самый лучший вариант, вы отработали эту карточку и перевыпускаете ее сразу после того, как вы воспользовались, вы побывали за рубежом один раз, если вы где-то там с карточки чего-то такое подписывали, лучше карточку аннулировать и выпустить новую. Это вторая рекомендация. Третья рекомендация – не иметь дела со Сбербанком. Сбербанк – это мошенническая контора, я на себе это сейчас испытываю. То есть мошенники разграбили деньги банка на самом деле, кредитную карту. Кредитная карта – это деньги банка. И вы должны точно помнить, что это деньги банка. Но банк мне навязал эту карту, я у него не просил. Они просто мне по факту прислали и сказали, ну вот у вас вот, вот, просто вы живьем можете, вот если что произошло, у вас там 120 тысяч, ну, чего же отказываться-то, да? И вот здесь ловушка бесплатности. Ты можешь взять деньги, но ты же их не берешь, пока ты их не берешь, вообще никакой ответственности. И какой-то там период бесплатности, если ты деньги взял, потом вовремя положил, наступает этот период бесплатности. Но это все уловки. Это уловки мошенников. Мошенниками являются не просто сотрудники Сбербанка, а система Сбербанка. То есть там системно налажено мошенничество. Тоже так ловят на бесплатность и потом начинают выкачивать деньги. Бесплатная карта. И вы можете находиться вот в иллюзии бесплатности довольно долго, пока вас не прихлопнут. Там есть система взаимодействия с мошенниками. Есть вот то, что я сказал, это выплаты по тому, что вы считали бесплатным, вдруг оказалось платным. И для вас платным становится, вы думаете, вот вы платите какие-то там копейки за пользование электронным банком Сбербанк Онлайн. И вам кажется, ну это посильно же, но наступает момент, когда они используют. Вас уже все втянули, вы свою жизнь построили вокруг этого банковского счета. Или если вы что-то другое строили, там, я не знаю, на системе Windows вы построили все свои приложения. Все это работает, и вы уже не можете отказаться. Вас уже привязали намертво. И вы уже, даже если вы обнаружите там какие-то встроенные шпионские программы, что угодно, вы уже не можете. То есть вам надо рассыпать всю жизнь и заново собрать. А такой сборки нигде нет. Это монополисты, и естественно, что воровское правительство Путина никогда не займется, чтобы создать там отечественную, проверенную, просканированную и недоступную никаким спецслужбам оперативную систему. Они не будут этим заниматься, потому что они сами же и есть мошенники в глобальных масштабах. А вы просто маленький элемент этого глобального воровства с миру по нитке, голому миллиард. Вот они эти миллиарды с нас и снимают, ловя нас на иллюзию бесплатности. И когда мошенник обчищает, в данном случае обчистил карту Сбербанка, кредитную карту, то Сбербанк ничего не делает для того, чтобы мошенника поймать. Деньги перечисляются мгновенно. Поэтому реакция службы безопасности должна быть мгновенная, либо должны быть простые механизмы, как не допустить такого пересчета. Лучше задержать платеж, чем заплатить мошеннику. Сбербанке, наоборот, лучше заплатить мошеннику, потому что пользователь, вкладчик Сбербанка, абсолютно беззащитен. Он ничего не сможет сделать, как и я ничего не могу сделать. Я звоню в Сбербанк, говорю, вот так и так. Они говорят, ну, вы нам теперь должны. То есть они деньги сняли, позволили. Деньги остались в Сбербанке. Из одного банкомата в другой перенес, перечислил, и потом они куда-то там ушли. Но имейте в виду, деньги все, как бы электронные деньги, все помечены. Деньги привязаны к телефону. Телефон – это значит паспорт. По паспорту этот телефон продали. А если не по паспорту, тот, кто продал этот номер телефона, должен отвечать, как соучастник мошенничества. Дальше на телефоне денег никаких нет. Деньги лежат в банке. Если кто-то хочет прийти, обналичить, то он должен предъявить свои документы, паспорт. Он при том, как счет был заведен, он должен был этот счет зарегистрировать на свое имя, доверенности, там, если это другое лицо приходит за деньгами. Все это должно быть. И след денег, пока они не получены наличкой, мгновенно устанавливается. Сбербанк не имеет системы защиты такого рода. Он не ищет мошенников. Это ваше частное дело, что в Сбербанке вот такая дыра в его обороне, и мошенник легко проникает. Он вас, конечно, использует, ну, как такой механизм такой вот, да, психологическая обработка, там все это делается. Очень, ну, там, имитация тем, что того, что вы работаете со Сбербанком, что это вот голоса похожи, все построено. Ну, просто 100%. Там робот говорит тем же самым голосом, который он говорит в Сбербанке, там, проверка голос, все. Все элементы таковы, чтобы вы были уверены, что вы работаете со Сбербанком. Они унесли деньги. След остался. Звонишь в тот же день, след, ну, по следу пройти и там заблокировать. Нет. Вы просто нам должны. Это говорит о прямом соучастии Сбербанка в деле мошенничества. Эти мошенничества, понятно, они в рамках того, что человек считает себя одиноким. То есть из 100 человек один попался, и им достаточно. Но суммы довольно большие. Суммы довольно большие. И когда я спрашивал полицаев, ну, и сколько там, да, это десятки, это каждый день, это все. То есть вы знаете, как происходит мошенничество. Они готовы объяснить весь механизм. Ребята, а что это вы его не пресекаете? Ни Сбербанк, ни полиция не пресекает. Так вы, получается, в доле. То есть получается, что это не просто мошенничество, а это, если не прямой сговор, не прямая организация, что тоже очень может быть. То есть при Сбербанке мошенническая контора может действовать, и не одна. То тогда это социальный сговор, то есть определенный слой. То есть мошенники, которые используют легальные технологии грабежа, используют также и технологии нелегального грабежа. Их полиция не ищет, и Сбербанк специально оставляет дыру в своей обороне. То есть деньги расхищаются, я им должен. Понимаете, то, что украли мошенники, не мошенники должны государству и конкретно Сбербанку, а я должен. Я, кто не имеет возможности организовать защиту, а я знаю, как сделать защиту, но я придумал за одну минуту, можно сказать, как избежать того, чтобы мошенники, представляясь от Сбербанка, сразу разоблачали себя. Мошенники просто знают, какие СМС-ки вам приходят. Они обезличенные, должны быть уникальные. Если они не уникальные, то мошенник прекрасно знает, он ссылается на те СМС-ки, которые автоматически вырабатывают. Чтобы не сажать оператора, не платить ему денег, сделали, поставили автомат. Если то, то посылается сообщение пользователю. И это сообщение, поскольку оно все время одно и то же, мошенник проимитировал там на своей карточке, попробовал что-то там снять незаконное, он знает, какое сообщение и в какой момент придет. Точно знает. И легко на это сообщение ссылается. Если в сообщении написано, сейчас с вами свяжется сотрудник Сбербанка, как вы будете реагировать? Вы, конечно, будете уверены, что именно сейчас. Но кто же знает вашу переписку? Так знают и полицаи знают, что мошенники знают. Ну так какие проблемы сделать эту СМС-ку уникальны? Код впереди поставил с генератором случайных цифр или случайных чисел. И вот вам код, когда вам звонит оператор и говорит по СМС-ке номер такой-то, такой-то, такой-то. Это не может знать, если не вскрыть просто прямиком почту, не может знать мошенник, что эта СМС-ка имеет вот такой код. Генератор случайных чисел. Простая штука. Но это не будут делать, потому что дыра, вот это выгодно. Выгодно. Потому что как они делают? Они же не просто у вас забирают деньги. Они не просто похитили ваши деньги. Ну на самом деле это деньги Сбербанка. Они на вас начинают насчитывать проценты. Каждый месяц. Вот они похитили 120 тысяч. Около 4 тысяч каждый месяц за вами записывается. Мне СМС-ка приходит от оператора, который говорит, за вами 4 тысячи, вот месяц прошел, вам надо покрыть и так далее. Я им пишу. Мошенники разграбили, вы знаете. Я звонил, такого-то числа. Я заявление делал. Им на все наплевать, за вами 4 тысячи. Ну а раз вы не хотите сейчас платить, мы записываем за вами долг. Ну а на долг еще проценты на проценты и так далее. В этом и состоит выгода Сбербанка от деятельности мошенников. И выгода от того пусть действуют мошенники самодеятельные или мошенники, которые созданы самим Сбербанком. Ну специально маленькая фирмочка, которая где-нибудь там, бог знает где действует, и вот туда отсасываются деньги. И Сбербанк ничего не будет делать, чтобы мошенников наказать. Поэтому я и говорю, из Сбербанка надо уходить. Куда уходить? Ну везде мошенники. Но, видимо, надо постоянно куда-то уходить. И вот эти переходы, они не позволят им сориентироваться и как бы вцепиться в вас. Вот есть годовой цикл у мошенников, которые вас подписывают бесплатно, а потом начинают брать деньги со второго года. Ну по крайней мере один раз они возьмут, а потом попробуй отпишись. То есть вам надо искать, где, какие пароли, да я же ничего не помню, не регистрировал. И когда это, то есть вы еще и отписаться не сможете. И банк будет продолжать сотрудничать с вот этими мошенниками, которые будут скачивать у вас деньги. Вообще ни за что, они ничего не делали, вы просто якобы подписались, вы никогда не пользовались. И, кстати, последнее уже завершая, занимаются операторы мобильной связи. Тем же самым. Мошенничество состоит в том, что они подписывают вот на столько трафика, а реально вы все вместе совокупно пользуетесь вот таким трафиком. И если где-то пик потребления возникает, ну какие-то сбои в системе, ну Beeline говорит, ну там что-то у вас какие-то проблемы, потом говорят, да мы вам льготную поставим, вы только останьтесь. И уговаривают на вот это тоже уловка дешевизны, что вам предоставляются льготы, вам дешевле, чем на самом деле это вообще ничего не стоит. То есть по-хорошему в нормальной государственной системе был бы государственный оператор, который предоставлял бы эти услуги бесплатно из бюджетных денег. Да, все имеют право пользоваться, каждый может купить телефон, подключиться, и пусть это будет мобильная связь доступна всем и во всех местах, да, и вышки ставить будут и так далее. Но нет, нужна вот эта вот воровская система и позволенность вот таким действием грабить граждан. Фактически мы превращаемся в рабов не только не государства, а вот многие ошибаются и говорят, что это государство, все... Нет. Государства нет. Есть группа мошенников, захвативших власть. Захватили власть мошенническим путем, насильственным путем при Ельцине, при Путине каждый раз, когда происходят выборы, происходит захват власти, как бы подтверждение того насильственного захвата власти. То есть длящиеся преступления. Не один раз захватили власть, а захватили и продолжают захватывать. То есть фальсификация, уже совсем в завершение скажу, фальсификация последнего голосования по Конституции, стопроцентная фальсификация. То есть, ну там математическими методами вывели, что там процентов 60 проголосало, процентов 40 это приписанные голоса, их не было. Ну, статистическая раскладка, все там показывается. Это закон больших чисел, он абсолютно действует, невозможно его преодолеть ничем. Если это свободное голосование, значит, будет известное распределение. Распределение там по числу голосов, в зависимости от числа участков, где вот в этот промежуток попадает это число голосов. Неважно, есть вот такая колоколообразная кривая, то, что выходит за ее пределы, это воровство. Воровство ваших голосов. Они украли там где-то порядка 25 миллионов голосов, вбросили и вам рассказали. А вы впали в состояние угнетенное. Якобы вот вы проиграли. Да вы не играли, понимаете? Если бы вы играли, вы бы были членом какой-либо организации, которая выражает вашу коллективную волю. Если у вас 100 тысяч в организации, то вы 100 тысяч голосов объявляете, что вы в жульническом, шулерском мероприятии по голосованию не участвуете. И тогда вы смогли бы, вот там, я не знаю, 100 тысяч, если бы одновременно ушли из Сбербанка, вот это был бы удар по мошенникам. Но вы же все атомизированы, вы же не хотите... Вы только трепаться в сети готовы. Объединяйтесь, объединяйтесь. Вы-то с кем объединились? Да ни с кем. Все, кто пишут, объединяйтесь, не объединены ни с кем, как правило, этого вообще нет. Поэтому объединимся, уничтожим. И Грефа со Сбербанком, и этих мошенников, которые подписывают на бесплатное и выкачивают потом деньги. И вот эту шушеру, которая наживается на фальсифицированном трафике. По всем проведется расследование, оно легко устанавливается, все это все... Следы все есть. Только как бери и наказывай преступников. Чтобы впредь такого не было. Вот для этого нужно объединение, и для этого нужно не отдавать власть. Не отдавать власть чужакам. А Путин и компания, это чужаки. И все его сторонники и союзники, это мошенники и воры. А мы, честные граждане, должны сбиться в одну большую стаю и перегрызть все это варьё. Слава Руси! Господи спаси!